Региональный отборочный тур для конкурсов детских и дорослых выканавцев «Славянский базар» в Ветебске прошел в Гродне. На его бледосланы десятки заяв, однако выступить перед журой удалось только 25 таллинтов. Наемность профессиональной музыкальной адукации у конкурсантов, по словах организаторов, виталася, однако не заявлялась обовязковой умовой у делу у отборочных туры. Значно важнейший нюанс – таллинт и жадание выступать. Были конкурсы в моей жизни, но такой вот более серьезный как бы отбор – это первый. Для меня это очень важно, поэтому я готовилась, все, репетировала долгое время. Конкурентов есть, конечно, да, знаю. Где-то встречались на площадках на других конкурсах, вот. Знаю, ну, будем бороться, как говорится. Судя по последним годам, они все-таки более информированы. Они выбирают все-таки, они, во-первых, уже поют из мировой классики, будем говорить, эстрадной, рок-музыки, поп-музыки. Очень важно, чтобы педагоги с ними работают. Но сейчас, кстати говоря, в этом отношении стало получше. Как-то педагоги стали, вот мы с многим конкурсом, уже видно, что с ними работают, уже аранжировки стали поинтереснее. И уже нет случайных людей. И это очень важно, что уже мы слышим более-менее готовую продукцию. Каждый удельник отборочного тура проставил две эстрадные песни. Одну на белорусской мове, другую на выбор выступовцы. Увынеку у дитячей и дорослой номинации были вызначены по пять выканалцев. Виды материалы гродзенских вокалистов накируются на суд столичного журы. Финалы отбору для «Славянского базара» на сценичной плясуце у Минску отбудется напраконцы саковика 2017 года. И только самые яркие номеры трапят на 26-й международный конкурс выканальницкого мастаства «Витебск-2017». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова